Привет мастерам и любителям творчества! В этом видео я вам покажу как изготовить журнальный столик своими руками. Столешницу я буду покрывать эпоксидной смолой. Расскажу вам все нюансы заливки эпоксидной смолы, чтобы у вас получилось все с первого раза. Также покажу какие пигменты и перламутры я использую для эпоксидной смолы и как правильно нужно заливать эпоксидную смолу, чтобы потом в готовом изделии не было пузырьков воздуха. Итак приступим к самому интересному. Для столешницы нашего журнального столика я использовала ДСП. Я попросила мужа вырезать мне круг диаметром 60 сантиметров. Так как никакого покрытия на этом ДСП кроме лака нет, я буду отшлифовывать его, зашлифовывать и снимать этот лак. Мелкой наждачной бумагой просто слегка буду его шлифовать. Полностью нам покрытие снимать не нужно лаковое, просто сделать шершавую поверхность. Обязательно поверхности на которой вы будете заливать изделия из эпоксидной смолы покройте пленкой и установите какую-нибудь возвышенность. У меня это пустое строительное ведро. Далее самый важный момент, чтобы ваше изделие лежало идеально ровно, поэтому я использую в работе уровень. Несколько раз уровнем проверяю, чтобы не было никакого перекоса ни в одну ни в другую сторону. Для окрашивания смолы я буду использовать пигменты и перламутры. Это перламутры, которые идут специально для эпоксидной смолы. В паре к эпоксидной смоле идет отвердитель. У каждой фирмы соотношение эпоксидной смолы и отвердителя свое, поэтому нужно придерживаться строго правил, которые дает производитель. Чтобы точно и правильно вымерять все граммы, я использую кухонные весы. Поверхность я очищаю от пыли влажной салфеточкой, чтобы никакая пылинка не попала. Ну а далее у нас самый завораживающий процесс намешивания цвета, добавления пигментов. Эпоксидную смолу, уже тщательно перемешанную и подготовленную, с основного стакана я переливаю в маленькие стаканчики и в каждый отдельный стаканчик я добавляю свой цвет и свой пигмент. Так как пигменты у меня сухие, необходимо тщательно перемешать смолу с этими пигментами, а также убрать пузыри воздуха с помощью газовой горелки. Делать все нужно очень быстро, аккуратно и главное газовой горелкой недолго держите, чтобы не припалить саму смолу. У каждого производителя эпоксидная смола имеет свой срок застывания, поэтому это очень важный момент и это учитывайте при замешивании цветов. И будьте внимательны, чтобы не получилось так, что пока вы замешиваете цвета и уже у вас последние стаканчики с эпоксидной смолой, первые стаканчики не начали полимеризоваться и застывать. Итак, все у нас подготовлено, цвета намешаны, сейчас мы это все быстренько поубираем, что нам не нужно, обеспылим еще раз протрем наши поверхности и начнем нашу заливку. Я буду заливать все в принципе хаотично, снизу у меня идет основные цвета, это белый и кремовый цвет. Белый цвет я использовала чистый, просто добавила белый пигмент в эпоксидную смолу, а карамельный цвет я получила, добавив к белому пигменту золотые, золотой перламутр. Процесс создания рисунка, подбора цветов, это абсолютно творческий процесс, поэтому каждый подбирает свои цвета по своим вкусам, по своим предпочтениям, по стилю своего интерьера. Торцы столешницы я прокрашиваю аккуратно пальцем, чтобы нигде не было никаких пустот и пропусков. Пока смола не застыла, не полимеризовалась, вы можете сколько угодно добавлять цвета, пигмента, изменять немножечко рисунок, добавлять нюансы. Сейчас я еще развела смолы, то есть смолу смешала с отвердителем, добавила бронзовый пигмент и решила немножечко так сделать еще небольшие декоративные вставки. У меня осталось смола совсем чуть-чуть, я добавила белый, чисто белый пигмент и решила сверху нанести еще такую небольшую сеточку легкую, чтобы был больше эффект мрамора. Пока вы формируете рисунок, накладываете слоя один за другим, не забудьте пройтись газовой горелочкой очень легко и удалить все пузыри с поверхности нашей эпоксидной смолы. Это очень важный момент, иначе эти пузырьки останутся, застынут и будут у вас дырочки. На столешнице или на изделии у вас образуются дырочки некрасивые, которые будет очень сложно потом удалить. Нужно будет опять зашлифовывать и перекрывать их с новым слоем эпоксидной смолы. Это довольно трудоемкий процесс, и легче все сделать с первого раза. Так что не ленитесь и лишний раз проходите с горелочкой, но не сильно усердно, чтобы смола не запеклась, чтобы вы не подпалили эпоксидную смолу. Нанесение цветов закончено, наш рисунок уже готов. Кое-где, пока смола еще не успела застыть, мы подправляем то, что нам не нравится. В данном случае я еще раз наношу второй раз на торцы эпоксидную смолу, так как кое-что уже успела стечь. Это нормальный естественный процесс стекания смолы, поэтому я пройдусь еще раз по торцу и оставляю нашу столешницу уже полностью остывать, застывать и полимеризоваться. Ножки к своему журнальному столику я заказывала через интернет-магазин. Заказала специально черные металлические ножки, они идеально подойдут к моему интерьеру. И вот готовый результат. Журнальный столик уже готов. Муж установил ножки. И такая вот красота у нас получилась. Журнальный столик идеально вписывается в цветовую гамму комнаты. Очень нежная получилась столешница, а эти перламутровые золотые пигменты придают как бы свечение изделию изнутри. После заливки все цвета очень мягко перемешались друг с другом, соединились и сдружились. И получилась такая вот однородная каменная столешница. Ну что ж, друзья, я очень довольна своей работой. Напишите, как вам результат. Я обязательно и дальше буду делиться с вами своими творческими идеями. Всем желаю мира и добра!